Как бы я не относился к продуктам Microsoft, сегодня речь пойдет о PowerPoint. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. PowerPoint для тех, кто не знает, программа от Microsoft для создания презентации. Это была шутка про тех, кто не знает. И хотя я не люблю платные продукты, тем более с бесплатной альтернативой, большинство пользователей, я боюсь, по привычке пользуются продуктами Microsoft. У меня стоит офис 2007 года. Честно говоря, я не думаю, что с тех пор что-то сильно поменялось, ну то есть по сути ничего сверх естественно нового изобрести нельзя, я уверен. Но если вы считаете, что нужна новая версия, пишите в комментариях, переустановлюсь к следующему уроку. В любом случае сегодня обзорный скринкаст и во всех версиях эти функции одинаковы. Собственно, PowerPoint — это набор слайдов, которые вы показываете на экране. Вот первый слайд. Следующий слайд можно создать вот таким вот образом. Либо правая кнопка мыши — создать слайд. Он вставит его за текущим, по которому вы кликнули правой кнопкой мыши. А если вам текущий очень нравится, можно создать его копию. Ну и удаляются слайды просто нажатием кнопки delete. Все новые слайды, как вы видите, он создает в одном стиле — заголовок текста. Если кликнуть на макет, то можно изменить дизайн данного конкретного слайда. Давайте третий у нас будет вот таким, с заголовок и два объекта. А четвертый пусть будет вот таким, объект с подписью. Так, ну и давайте наконец создадим презентацию, чтобы было что показывать. Естественно, без изысков. Пока это рыба. А вы рыбов продаете? Нет, просто показываю. Так, ну собственно это называется два объекта, они две колонки, поскольку тут может быть не только текстовая часть, но и любой другой объект. Вот тут можно выбрать какой. В данном случае давайте вставим диаграмму. Выбор велик. О диаграммах мы, вероятно, поговорим впоследствии подробнее. Это всеми любимая часть презентации, которая придает выступающему солидности. Давайте вставим какую-нибудь самую простую. Видите, он сразу подгрузил таблицу Excel и установил связь между диаграммой и таблицей. Соответственно, меняя данные в таблице, мы меняем и диаграмму. Давайте вот сюда, например, вставим значение побольше, чтобы были сразу заметны изменения. А вот. Категория 1 у нас в первом ряду заметно выросла. А в четвертый слайд вставим, ну скажем, рисунок SmartArt. Это предустановленные в PowerPoint элементы декора. Но не просто элементы, а Smart, то есть умный элемент. Давайте вставим какие-нибудь умные шестеренки. Итак, тут у нас три объекта. Больше. Еще стрелочки. Мы их можем двигать, уменьшать, увеличивать. Вот таким вот образом. Причем вот так они у нас изменяют масштаб непропорционально. А если зажать shift и потянуть за угол, то они изменят масштаб пропорционально. Так, уменьшили масштаб и стрелочку тоже подвинем. А вот это элементы Smart. В каждой шестеренке есть текст и мы тут можем его поменять. Ну, для 2007 года это действительно был Smart. До появления обученных нейросетей в каждом мобильном оставалось еще лет десять. К слову, первый айфон вышел как раз в 2007. Представляете, какой палеозой. Ну и собственно все. Вот у нас готов четвертый слайд и в общем-то готова презентация. Пока, конечно, это не фэн-шуй, но наличие диаграммы придает ей солидности. В девяносто седьмом году такая презентация вызвала бы фурор, я уверен. В девяносто седьмом году до появления первого айфона было еще десять лет. Да и умные шестеренки привлекли бы внимание ценителей искусства. Собственно, теперь мы можем эту презентацию показывать. Например, вот таким вот образом. Нажимая пробел мы идем последовательно по презентации, а с помощью стрелок на клавиатуре можно прыгать вперед-назад. Но сейчас у нас презентация в соотношении 4 к 3. В 2007 году большинство мониторов действительно было в этом соотношении. Сейчас все поголовно перешли на 16 к 9. Соответственно, поменять соотношение можно здесь. Параметры страницы и экран 16 на 9. Теперь при показе презентация будет занимать весь экран компьютера. Ну и также можно выбрать другое соотношение, например, для специфических экранов. Теперь, когда у нас все окончательно готово, презентацию можно сохранить. Сохранить можно в двух форматах. Ну то есть можно больше, но мы рассмотрим два. Собственно, как презентацию и как демонстрацию PowerPoint. Разница в том, что в одном случае презентация откроется в программе, в другом она откроется только для демонстрации, то есть без загрузки программы PowerPoint. Если вы отправляетесь куда-то на мероприятие, имеет смысл сохранять именно как демонстрацию, то есть включили и сразу показываете. Но не всегда. Точнее, если вы знаете, что на площадке будет два монитора, то показывать удобнее из-под PowerPoint. Но об этом мы поговорим уже в следующем видео. Ну вот, простите те, кто не узнали ничего нового, но какой-то общий обзор все-таки нужно было сделать. В дальнейшем постараюсь искать какой-нибудь эксклюзивчик. А нас ждет еще два-три скринкаста по PowerPoint. Пожалуйста, не минусуйте, а наоборот поддержите лайками. Такие скринкасты тоже нужно делать. Любите друг друга, даже если иногда это сложно.